Здравствуйте! Это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. Сначала сводка по заболеваемости COVID-19 в нашей области. Итак, по информации регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области за сутки выявлен 41 новый пациент с COVID-19. Всего в настоящее время в регионе подтверждено 1517 случаев заболевания, 1024 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. Ну а 22 человека с подтвержденным коронавирусом, увы, скончались. Нескольких человек из этого печального списка я знал лично. Это были не молодые люди с серьезными сопутствующими патологиями в анамнезе. Но главное, что это были хорошие люди. И мне искренне жаль, что теперь их больше нет. Соболезнования их близким. Теперь статистика случаев заболевания по районам региона. Сколько всего выявлено инфицированных и сколько еще добавилось за прошедшие сутки. Давайте я назову пятерку антирейтинга. Тверь. 546 заболевших добавило 7 человек за сутки. Кимры. 371 плюс 8 человек. Конаковский район. 155 человек. Лихославский район. 129. Из них 7 добавилось. И Калининский район. 42 человека. Это, как я уже сказал, пятерка антирейтинга. А теперь вот чем хочется с вами поделиться. Недавно дирекция по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики провела опрос россиян на тему, что они думают об эпидемии коронавируса в стране. Ну и итоги вот этого исследования, надо сказать, обескураживают. Это был интернет-опрос, проведенный в несколько этапов. И шел он с 18 марта по 26 мая. Всего на вопросы ответили более 30 тысяч человек из разных регионов России в возрасте от 20 до 60 лет. Так вот, треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо выдумана какими-то заинтересованными лицами. Исследователи заметили, что типы поведения верящих и неверящих россиян кардинально различаются. Вот из тех, кто не верит в пандемию, более 40% навещают родственников и больше половины выходят на прогулки. Три четверти респондентов из числа скептиков убеждены, что режим самоизоляции не нужен. Правда, есть и другие граждане. Так, по данным на конец нынешнего месяца, четверть респондентов, которые признают опасность пандемии, полагают, что ее пик еще впереди. И только 16% считают, что уровень заболеваемости пошел на спад. Вот я всегда удивляюсь воинственно настроенным Фомам неверующим. Многие из них говорят, что принципиально не смотрят телевизор, обзывая его зомбоящиком, не слушают радио, наверное, и с газетами у них тоже не лучше. Зато многие залипают в интернете, выбирая самые фееричные по своей абсурдности сайты, на которых графоманствуют выдающиеся эксперты из тех, кто вчера еще был якобы политологом или матером в кавычках бизнес-аналитиком, а теперь вот в духе времени стал экспертом по вирусологии. И вот отвергая официальные источники и базируясь на сайтах, мягко говоря, фейкометах, эти граждане не просто выстраивают свою модель поведения, но еще и менторски поучают других, что, дескать, все это ерунда, никакой заразы нет, расслабьтесь, господа. Оно бы и ладно, как бы не пандемия, реальная пандемия со смертями и ЭВЛами, зараженными тысячами и тысячами людей. Ну и вот тут важно не повестись на эту чушь. Кому-то, может быть, и правда, информация о пандемии кажется вымыслом, пока такой Фома-неверующий сам не побывает в красной зоне одной из больниц, пока не узрит, как люди выкашливают собственные легкие, как их буквально с того света вытаскивают врачи, как потом по крупицам собирается и восстанавливается растерзанное тяжким недугом здоровье. Как ни печально, вирус по-прежнему ходит среди нас, ежедневно поражает десятки земляков. Поэтому сегодня в регионе идет развертывание дополнительного коечного фонда. Новый инфекционный госпиталь открылся на базе Тверского областного лечебно-реабилитационного центра. Многие из граждан, живущих в том районе, недовольны, но что делать? Спасать людей-то надо. После спада эпидемии медучреждение вернется к прежней своей работе. Кстати, вчера в эфире глава региона особое внимание обратил на закупку дополнительного медицинского оборудования для таких учреждений. Еще до начала эпидемии мы сделали перезагрузку оборудования, закупили новые аппараты ЭВЛ, сказал Игорь Руденя. Через месяц приходит еще одна партия, порядка 100 аппаратов. Ну а после эпидемии это все будет распределено по учреждениям здравоохранения для того, чтобы везде был резервный фонд этих аппаратов. Ну и в преддверии выходных сначала о важном, а потом о хорошем. Глава региона сообщил о продлении в Тверской области особого противопожарного режима. Но с пониманием. С пониманием сообщил, что, мол, скоро пойдут же ягоды, а как можно жителям запретить собирать ягоды? Поэтому этот режим будет изменен на ограничение разжигания костров, ну и другие мероприятия, которые могут нарушить противопожарную обстановку. А посещать лица, конечно, разрешим, сказал губернатор, и это рациональное решение надо заметить. Так что хороших всем выходных, берегите себя и близких. Увидимся уже летом. Субтитры сделал DimaTorzok